Благодарить пространство, прекрасный лес, благодарить Всевышнего за прекрасную погоду. Погода у нас всегда прекрасная, в день проведения, это уже замечено. Боги нам помогают. Рад видеть людей, которые с первой практики постоянно посещают. Вы молодцы, так как ощущается изменение в сознании, изменение в окружающем мире. Первоначально, когда человек приходит на данный семинар, либо пробует себя на гвоздях, у него немножечко ассоциации с тем, что я хочу себя попробовать, мне интересно вообще ощущение гвоздей. Смогу ли я простоять, смогу ли я выдержать? Просто проверка силы воли. Это как в купель нырнуть или еще что-нибудь. Надо проверить себя, насколько я крепок. Но если человек серьезно подходит к этому процессу, в плане намерения, пожеланий, изменений себя, то он уже чувствует другой поток. Уже совершенно поработает по-другому телу. На сегодняшнем семинаре я расскажу про гвоздестояния, как они влияют на физический уровень, на духовный, на энергетический. Что может проходить в процессе гвоздестояния. Я очень рад видеть юных гостей здесь. Это очень важно. Самый молодой человек, которого я поставил на гвозди, девочке три года было. Три года. Вообще волшебная просто. За одну руку мама держала, за другую я. И она смотрит. Просто из-за незнания, из-за неведения, что происходит, я просто захотелось попробовать. Три раза я к ним приезжал, они вставали на гвозди. Мама и... То есть мы начинаем сначала с тебя. Да, мы здесь все на ты. У нас здесь все равно. А потом мы... Опять по желанию. То есть вы после семинара... По желанию встаем на гвозди. То есть это необязательно. Если есть желание вставать. У нас на стопах около семи тысяч нервных окончаний. Семи тысячи. Очень много биоактивных точек, которые отвечают за внутренние органы. Когда мы встаем на гвозди, у нас активируется все тело. Абсолютно все. Начинают работать все внутренние органы. Если какой-то орган удален, к примеру, один из последних случаев, это на индивидуальной практике, я провожу индивидуальные практики, у человека не было желчного пузыря. Говорят, у меня такое ощущение, что он у меня вырос опять. Но дело в том, что есть такое понятие, как фантомная боль. У меня есть пациенты, которые после ампутации, у них нет рук, нет ног, но они чувствуют, что они болят. Так как энергетическое поле сохранилось. Ноги нет, а поле есть. Программа написана в мозге. Чтобы перешить программу, это, я не знаю, что это. Воль Всевышнего. И здесь включается абсолютно все. Все запускается. Начинают работать органы, пассивные органы. Человеческая система до сих пор не изучена на физическом уровне. До сих пор. Хоть у нас, не знаю, такие возможности, просто все, что хочешь, можно исследовать. Но тело исследовать человека, ну это очень сложно. В небесной канцелярии там создатели, они выше уровня намного. И когда нужно, они позволят это сделать. А может быть и нет. Поэтому, когда мы стоим на гвозди, активируется абсолютно все. Улучшается мыслительный процесс. Становится тоньше слух. Вы можете услышать в процессе практики то, что не слышите сейчас. Можете услышать, что происходит в той отдаленной местности. Можете услышать какого-то зверька, птицу. После практики, конечно, отвлекает ощущение в стопах. Но можете почувствовать, как улучшится зрение. Это происходит за счет того, что благодаря активации этих всех нервных точек, биоактивных точек, у нас запускается организм. Поэтому внимание себе уделять. В энергетическом плане проходит исцеление. За счет токов, сейчас подробно прям расскажу, увижу токи. Вы встаете, идет энерготок по ногам. И начинаются болезненные ощущения. Могут начаться в нижней части ног. У кого заболевания в коленах, голеностопных суставах, тазобедренных. Немножко энергетически-физическое такое у нас. Сейчас уже навешиваю. Если ножки минуют, и у вас начался жар, к примеру, в животе, то у вас в энергетическом плане с нижними каналами какие-то сбои, какие-то блоки. Если в сердечной чакре, то здесь момент нужно решать. Соответственно, дальше. Энерготок, эти вибрации настолько сильны, что они просто сносят эти все психоэмоциональные блоки, которые скопились у нас. Где угодно они могут сидеть. Если человек идет не туда, куда нужно, и занимается ничем, чем нужно, у него ноги разрывать будут. Просто будут болеть ноги. Вы можете плакать, можете кричать. Я прошу вас, не сдерживайтесь. Если будет подходить ком, подкатывать прямо в горле, сплюнуть охота будет, я рядом буду стоять, плють в меня ходить. Хотите кричать, кричите. Только не сдерживайте в себе. Вы здесь для очищения. Очистите себя, воспользуйтесь этой возможностью. Сейчас есть все инструменты для этого. Многие, кто хотел сюда прийти, они не пришли по определенным причинам. У кого-то одно, второе, третье. Это сила подсознания. Оно отводит их. Но вы здесь, вы уже другими людьми выйдете отсюда. Совершенно другими. С повышенным уровнем сознания. С вами начнутся чудеса происходить в ближайшие дни. Я вам гарантирую. Если вы обращаете внимание на свое окружение, на свое мышление, то вы будете меняться. Я не гарантирую, что тот человек, который постоянно какой-то негатив... ...будет прийти беспокойство сегодняшнего дня, вчерашнего и пятилетней давности. Вы не ругайте себя, просто спокойно намеренно переключитесь. Аккуратненько, спокойненько. Не глушите, не забивайте эту мысль. Спокойненько переключитесь. Перед тем, как вы к гвоздям подойдете, все намерения могут прокрутиться. Может, их там 15-20 штук будет. Постарайтесь выбраться, сконцентрироваться на одном. В процессе практики, сегодняшний, завтрашний и так далее, намерения могут меняться. Держит в себе очень важные две буквы. Это Ра. Ра – это Бог, Солнце. И следующая буква К. То есть, практика – это к Солнцу, идущий к Солнцу, возвышающий себя. Поэтому на духовном плане идет связь. Вы не почувствуете, но она есть. Бывает, читаешь молитвы, и как-то сухо все прошло. Бывает, читаешь молитвы, и прям вот, как будто тебе холодная вода. Облился ты, либо начинает вибрации, либо чувствуешь что-то внутри. Вот это все искренне проходит. Но обязательно нужно подводить, нужно совершать подготовку. Как к практике гвозистояния, так и к молитве. Обязательно готовиться нужно. Все практики, имеющие духовный смысл, совершение сознания, должны подразумевать ее подготовку. Даже кто ходит в церкви, нужно успокаивать свой ум. Если вы с беспокойствием в каком-то, не идите в церковь для галочки. Ни в коем случае не идите. Вы просто, ну, вы себя разрушите. У вас начнется дисбаланс высоких вибраций и преобладающих низких вибраций вашего ума. И там начнется такой ураган. Людей разрывает, им плохо становится. Кто-то говорит, это подселенцы там, кто-то. Но самое главное, подселенцы, это наш беспокойный ум. Поэтому перед началом практики мы проведем легкую медитацию. Минута-две оставим наш прошлый. Вот этот день оставим, и прошлые мысли наши негативные позади. Будем находиться здесь и сейчас. Осознавать, где мы в первую очередь. Подходим потихонечку к самому важному. Это намерение. То есть, для чего мне нужна эта практика. Для чего я сюда пришел. Пришла. Первоначально, может, для того, чтобы проверить себя. А смогу ли я просто постоять на глазах. Мне интересно. Какие это ощущения? Очень интересно. Но я вам скажу сразу. Вы первый раз можете и 5, и 10 минут простоять, проверяя себя. То есть, встречались такие в практике люди. Но, второй раз, если вы встанете на гвозди, вас скинет через 2 секунды. Это все будет связано с тем, что наш беспокойный ум просто скажет, нет, не надо. Подсознание скажет, мне не хочется вставать, мне больно, давай спускайся. Поэтому намерение. Прежде чем мы встанем на гвозди, вы должны понять, для чего мне это нужно. У вас должно быть четкое намерение. Оно может меняться. Намерение духовного, наивысшего плана, не материального. То есть, я стою на гвозди не для того, чтобы у меня дом построился. Нет, это хорошая мысль. Но не в этой практике. В духовном плане происходит связь с наивысшим. Как хотите, космос, высшее сознание, Бог, Вселенная. Но если нет веры, высшая, то сложно полноценно себя раскрыть. Очень сложно. У многих в процессе гвозди-стояния начинают вибрации проходить в области головы. У них ощущение, что голова наполняется, разрывается. У меня по началу практики, вот, в области шишковидной железы, прям такое нарастание. Это как-то хотелось вот так вот стучать. То есть, идет активация верхних центров. Вниз уже проходит спокойно. Идет активация верхних центров. Происходит так называемая связь. Не придет вам в лицо, а может быть придет человек с посохом сверху такой. Отец наш встанет перед вами в облике. Может быть такое произойдет. Но это все невидимо. Это все энергетически. Вы наполнитесь. Можете сойти с гвоздей, а может в процессе гвоздей. Вам придет ответ на давно мучащий вопрос. В духовном плане. Все практики могут быть совершенно разные. Жжение в ногах, вибрация в руках, разрывание грудной клетки. Будет ощущение, что может быть не у всех. Что сердце сейчас выскочит. Появится страх, что у меня кровь потекла и стоп. Один из первых вопросов, а не продырявлю я ли ноги? Нет, не продырявите. Самый тяжелый человек, который на гвоздях у меня стоял 160 килограмм. Ничего, прекрасно спустился. Все целый город. Все грамотно, все разумно поставлено. 10 миллиметров между каждым гвоздиком. Все аккуратно. Скажу вам сразу, эти гвозди выполнены в таком хардкоре. То есть это сильные гвозди. Те гвозди, которые сейчас выпускают в большинстве, они более сглажены. На них проще стоять. Поэтому, если кто-то не дождется, к примеру, мастера, который я порекомендую, а захочет приобрести гвозди, они к нему придут, он встанет и скажет, что как легко. С этим связано. Но не нужно менять управление, не нужно понижать. Поэтому я не рекомендую вставать в носках. Стопы свободные. Гвозди обрабатываются, если у кого-то есть мысли, что можно... Одной минуты на гвоздях равносильно, к примеру, прогулки босиком 30-ти минутной. 30-40 минут прогулки босиком по траве равносильно 1 минуте стоять на гвоздях. Это датчики, подключали датчики, исследовали работы внутренних органов, выбросы различных гормонов. Все прям в точечку проходит. Понятно, что прогулки по земле, они имеют немножечко другой энергетический фактор. Земля нас очищает, грядки, огороды. Почему копаться, копаться, когда мы занимаемся чем-то землей. Не одевайте перчатки, маникюр потом сделайте, этот маникюр. Контактируйте с землей, очищайтесь. Земля, она могучая, она все заберет, очистит нас. Всевышний не хочет, чтобы мы страдали. Он дает очень много информации, дает много возможностей. Но мы, к сожалению, не все слышим, не все видим. Что происходит на энергетическом плане? Когда мы будем вставать, то есть, женский пол начинает ход с левой ноги, так как левая сторона у нас, женская сторона, на энергетическом плане идет толчок тока, то есть, идет ток по телу. Вы почувствуете вибрации, вас начнут потрясывать, трясти. Вы можете это связывать с судорогами. Но на самом деле это идет энергия, энергетический ток. Вы можете не верить в энергию, ей все равно, она существует. И идет у женского пола с левой стороны, циркулирует направо, слева направо идет такая часть. Мужчины, когда встают на гвозди, они встают с правой ноги. Правая сторона, мужская сторона. Немножко психосоматики. Если у вас болит левая сторона, патологии вообще уже никто не может помочь, уже сделали рентгены, УЗИ, многое сотворили, ничего не можете найти, то ищите на психосоматическом плане обиду на женский пол. Может быть, мама, дочка, бабушка или еще что-то. А может быть, подруга, которая слово неаккуратное сказала, когда вам было 15 лет, а подсознание вот так записало, что вы себя разрушаете. А если у вас болит правая сторона, то это мужская сторона. Отцы, деды, сыновья, детей своих. То есть человек думает не о себе, а думает о окружении, которое он создает. Если он скажет, я здесь, чтобы понять, какая моя миссия, и понять, из чего я состою, для чего я здесь, это другой подход. Понять, что такое безусловная любовь, как связаться со Всевышним, и почувствовать эту отцовскую близость. Это другое. Но когда я для того, чтобы ему было хорошо, я живу для вас, я думаю, часто эту фразу слышали, от родителей можно. Я живу, чтобы у вас все было хорошо, у вас, у вас, у вас, у вас. А как тебе, как ты себя чувствуешь? Это же не важно. Я пожила уже, я все для вас. Это неправильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...